Всем уже традиционный привет с Накс Рамоса! Сегодня у нас открылся последний квартал этого замечательного дополнения Логова Ледяного Змея, о чём нам и, собственно, рассказывает вот это вот сообщение, которое вы видите на экране. Я, в общем-то, только сейчас пришёл с фильма «Новые черепашки-ниндзя», то есть он называется, правда, «Teenage Mutant Ninja Turtles», короче говоря. А у меня там на украинском языке было всё это дело. Так, ну, Делики нам пока не очень интересно. Как видите, у меня уже 52 комплекта собрано, это уже больше половины. 990 монеток есть в запасе, и сейчас 700 мы потратим на покупку последнего квартала. В общем, что я хочу вам сказать о новом фильме «Черепашка-ниндзя», то, что он не знает, для кого был снят. О, почему я зашёл в воспитание. Вот. Дети лет 5-6 очень были довольны фильмом, они смеялись. Там были шутки некоторые в стиле старых черепах, старых добрых черепах. Я, конечно, оригинальный комикс не очень читал, но мне кажется, там было немного всё иначе. Я как бы фанат старого мультсериала и фанат мультсериала 2003 года, фанат мультфильма 2007 года, игры. Может быть, даже немножко поиграю на почве этого вместе с вами. Но почему-то большая часть юмора была о всяких трудностях подросткового полового созревания. И пердёж, да. Там был черепаший пердёж. Серьёзное, конечно, дерьмо. Ой, в общем, я не знаю, для кого был снят этот фильм, на самом деле. Шуточки, так сказать, за 300. И очень странные сюжетные ходы, которые очень странные. Конечно, сцена и боёвок, вся остальная фигня снята круто. Хотя, очень как-то это всё... В общем, зрение не могло сфокусироваться на чём-то одном. Очень много всего происходило постоянно в кадре, когда всякие экшн-сцены. И это меня тоже печалит. Так что, увы, не очень круто. Ух. Да, как видите, всего-навсего два босса. При том, что Келтузад говорит, иди сюда, сразись со мной. Но первый-то будет у нас, естественно, Сапфирон. В общем, как я и говорил, какой-то странный баланс здесь с кварталами. Три квартала по три босса. Один квартал, четыре босса. И последний квартал всё-таки два босса. Хотя стоят они одинаково. Ну что ж, может быть, они принесут какой-то мега-уникальный экспириенс. И Сапфирона я буду долго и нудно троить. И это всё растянется на миллиард серий. Ну, вам это, наверное, не надо, но посмотрим. Воскресший Сапфирон служит вечным стражем логова Келтузада. Окей, за ноль маны у него заклинания. Сила героя уничтожает всех незамороженных существ противника. А вот это уже вам серьёзно скажу. То есть он может спокойно каждый раз использовать это заклинание. И всех просто убивать в начале хода. Либо просто будет замораживать всех. И они не смогут ходить. И я не понимаю, что же здесь можно сделать. Тем более у него будет явно более чем 30 очков здоровья. И нам нужна колода, которая имеет кучу существ с рывком. Но нет, мы будем всех троить по порядку. Первый, конечно же, будет маг. Кстати, что нам дадут за победу над ним? Делящийся Слезнюк. А нам разве его уже не давали до этого? Очень странно. А за Келтузада Тень Накс Рамоса. Ну, Тень Накс Рамоса это хорошая карта. И Келтузада дадут нам легендарного за 8 маны. 6 атаки, 8 здоровья. В конце каждого хода призывать на поле боя всех ваших существ, которые умерли в этот ход. Вот, неплохо, как и мой скрипящий стул. В общем-то, да. Сейчас узнаю, что же таит в себе последнее крыло Накс Рамоса. Насколько опасен предпоследний босс всего этого дополнения Сапфирон. Потому что его заклинание внушает. Первым у нас обычно уже фактически по традиции пытается его одолеть. Пытается первый босс одолеть Джайна Праудмур. Он же маг в Хардстоне. Еще сегодня я пытался со своим товарищем записать прохождение кооперативного режима Первого Ашенка. Мы снимали не у меня дома. Для него это был фактически первый опыт записи. Мы не прошли до конца пока. Может быть, завтра продолжим. Я не уверен, что там получилось. Но если что-то путнее получится, то я, конечно, выложу это на канал. На ваш суд фактически. Потому что это, ну, немножко экспериментальное даже было. Такая запись. Опа. А у меня есть существо. А у него все-таки 30 здоровья. А что это такое? Замороженный герой постоянно находится под эффектом заморозки. Находящийся по обе стороны существа получает неуязвимость к ледяному дыханию. Блин, ну это вообще какая-то странная странность. Мне нечем ходить, поэтому закончу первый ход. Что, с Апферону тоже нечем ходить? Хорошо. Это уже хоть что-то. Ну, не знаю насчет оружия, но кислотный слезнёк. Если действительно есть неуязвимость, а она есть, то это уже неплохо. Но правда он в первую очередь, конечно же... Нет, в первую очередь он убьет мое существо. Я думаю, в первую очередь он позаботится об убийстве 2-10 существа замороженных. А мне это фактически нечем вообще ходить. Ну так, видите, в начале каждого хода он использует эту фитню. Значит ли это, что будут умирать и его существа, либо у него нет существ? Мне кажется, есть. 2-5-6, знаете, это неплохо. Пресмертный хрип уничтожает находящиеся рядом с ним существа. Ага. Я бы, конечно, мог заморозить его некро-рыцаря, но тогда не уничтожится он заклинанием Сапферона. А, стоп, подождите. То есть он уничтожает только моих, да? А, противника. Ёлки-поп. Я уже думал, что будет немножко весело. А, ну и по сути, сейчас 5 урона должен был получить этот гном. Ай, да, всё непросто. Очень непросто. У меня 2 волны огня. Всё любопытственнее и любопытственнее, сказал бы я. Так, стол сейчас под моим контролем. Мы взяли карту. Это очень хорошо. Это уже не очень хорошо. Хотя, с другой стороны... Блин. Всё-таки карту моему дадим ещё одну. К сожалению, дадим. Блин, серьёзно? Всё ему в лицо? Ну, ладно. Хотя мне, в принципе, было всё равно. Ой-ёй-ёй, куда я поставил этого огра? Вот это я, конечно, был неправ. Блин, нужно было огра поставить с другой стороны. Ой, да, я... Натупил. Серьёзно, натупил. Заморозим. Это чудо. О, это, может быть, станет большой проблемой вообще. В итоге. Да, опять-таки, его поставили не с той стороны, с которой хотелось бы. Животик Бобо. С другой стороны. Ой-ёй-ёй-ёй. Я, в общем, не знаю, что я делаю, ребята. Какие-то дичайшие вещи. Сами видите, как меня новые черепашки-ниндзя выбили абсолютно из калии. Ну, надо же. Ну, надо же. Твоя магия тебя не спасёт. А вот так. Попробуем. Если вы не понимаете, о чём я задумался, я проясню. Ну, у меня вот непонятно, будет ли мне выгода сейчас разыграть рядом с этим замороженным гномом керна. И потом на следующий ход потерять существо 4-1. Или же пускай оно будет. Наверное, пусть будет. Но керна столе, это тоже было бы хорошо. Как мне кажется. Продолжение следует. Да, я тут настолько сосредоточен, что забыл, что мне полагается как-то комментировать происходящее, накладывать эффект немоты на прочих ваших существ, замечательно, мне это так поможет, вот этот секрет может и помочь, причем серьезно так помочь, 13 здоровья мы все на всего ему оставили, у меня пока 24, я могу превосходно очистить стол, ну это был, кстати, удар такой, неплохой, но при этом, при этом у меня есть 9 урона на столе, 6 в руке, я могу выиграть, но что же я сделаю, конечно же я очищу стол, риск, да, конечно, это риск, но может быть мы увидим что-то интересное, или мне просто забавно смотреть на Сапферона, который не в силах со мной что-то поделать. ну что ж Сапферон, на этом твоя сказочка, сказочка, почему сказочка, песенка спета, конечно песенка, я не знаю, какие у меня там были квесты, не знаю, как они вообще могут сочетаться с тем, что сейчас я здесь сделаю, но в принципе, если бы он каким-то образом умудрился уничтожить этого замороженного героя, тогда да, тогда у меня были бы серьезные проблемы. Ну а так, че уж там, даже секретик не использовался. Первые попытки, че тут такого, а, сложного, kill-to-zad, ты мне обещал хардкор, но я уверен правда, что на геройке там хардкор. Ну все, kill-to-zad, следующий будешь ты, правда, это будет в новом ролике, потому что Сапферон оказался, в крайней мере, не такой простой и слабый, как Глут, и давай быстрее, давайте быстрее, я забыл, а Тадиус, Тадиус-то, черт, хотел выйти с неловкой ситуацией, но немножко не получилось сделать это очень быстро, но я все-таки исправился в своей памяти. Ну а в следующий раз мы наконец-то сразимся с владыкой Наксрамоса, великим и ужасным келту-zadом, в обычном пока режиме, но это будет первая с ним встреча. Шаманом? Да, шаманом. Оставайтесь с аркадным обзором, Наксрамос почти покорен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok